Ольга Живаева в туристическом бизнесе уже 10 лет. Родилась в семье ательеров. Получала специальное образование в Швейцарии. В этом году стала одной из 50 лучших предпринимателей в туристической отрасли в Самаре. Рассказывает, пандемия дала шанс внутреннему туризму на развитие, но вместе с возможностями прибавилась и ответственности. Нужно все время что-то придумывать новое и новое. Мы понимаем, что наш клиент становится все более требовательным, все более изысканным. Ему хочется получать эмоции, получать какие-то новые впечатления. В этом году мы увидели туриста. Это появилась у нас сезонность. То есть с мая месяца по сентябрь был ярко выряженный туризм. Премию присуждали в 15 номинациях. Помимо этого вручается и специальный приз – звезда гостеприимства. Туриндустрия сегодня – это в первую очередь торговля эмоциями, говорят эксперты. Чтобы стать лучшими, нужно уметь удивлять. Экскурсии. Казалось бы, такой очень привычный вид деятельности. Все стремительно меняется. Классические экскурсии сейчас никому не нужны. Нужно зажигать людям эмоции, нужно открывать новые смыслы. И это, поверьте мне, очень тяжело и требует не просто креативности, но очень большого труда, работы с кадрами. И мне нравится, что у самарских операторов это здорово получается. В этом году премию поддерживает Департамент экономического развития, инвестиций и торговли городского округа Самара. Несмотря на сложную обстановку и ограничения, которые порой не зависят от нас, ну и в большей степени не зависят от нас, туристические организации продолжают осуществлять свою деятельность и достаточно успешно. Количество туристических услуг увеличивается, ассортимент расширяется и качество тоже повышается. Поэтому администрация приняла решение поддерживать туристический бизнес в столь непростое время. Туристическая привлекательность региона в этом году побила все рекорды последнего десятилетия. За 2021 год Самару увидели более полутора миллионов туристов. Увеличился и денежный поток. Чаще всего в Самару приезжали из Москвы, Санкт-Петербурга, городов Приволжского федерального округа, а также из Сибири и Урала. В следующем году планируется запустить новые прямые перелеты из соседних регионов в Самару. В общей сумме их будет уже 19. И в 2021, и в 2020 году, опять же, несмотря на целый ряд ограничений, наша отрасль, наши инвесторы, наши предприниматели открывали новые объекты. О них знают уже многие, и не только в Самарской области, но и за пределами. Сохранится в регионе тренд и на экотуризм и загородный отдых. Природный ландшафт Самарского края открывает для этого все возможности. Мария Левина, Константин Головин. События. Мария Левина, Константин Головин.